МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. В преддверии парламентских выборов в декабре 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Эдгар Сулейманян. Вопросы армян Западной Армении. Судебное заседание по делу пожаров в Казарме прошло в напряженной атмосфере. Виторика Анкары и Баку о Сюнике меняется. Лидеры ЕСЭ намерены продолжить последний час по урегулированию между Ереваном и Баку Шарль Мишель. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года. С просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которую они разворачивают для усиления государства Армения, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Армен Педуян – кандидат в депутаты национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Рач Ягян – кандидат в депутаты национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Ованес Давтян – кандидат в депутаты национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Вреш Абейжан – кандидат в депутаты национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Нарине Саакян – кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Карин Касабян – кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. От обстрела подразделения вооруженных сил Баку в направлении Сотка в мае погиб Сулейманян Эдгар Ваганович. Эдгар родился в 2003 году. Учился в средней школе номер 5 Сисяна. Окончив 9 класс, оставил учебу и приступил к работе, взяв на себя заботу о семье. Эдгар был скромным, добрым, воспитанным парнем. В армии отличался дисциплиной, был патриотом. Участвовал в различных боевых действиях, выполняя поставленную задачу. В беседе с корреспондентом Western Armenia TV преподаватель истории Аида Аракелян, говоря слова похвалы о Эдгаре, особо отмечает скромность, сдержанность и готовность всем помогать. Эдгар стоял горой за всех. Всю заработанную сумму тратил на семью. Купив велосипед младшему брату Севаку, гордо наблюдал, как брат с радостью катается на купленном велосипеде. Семья была необеспеченная. Отец сотрудник коммунальной службы общины. Эдгар мечтал о хорошей жизни после службы. В надежде, что найдет хорошую работу и поможет семье. Вечная слава павшим в бою героям. Редакция газеты Ардзак Канг также уделяла особое внимание антиармянской политике, проводимой Султан Абдулгамидом II в Османской империи и политике, проводимой в Великобритании. В статьях выражалась надежда, что реакция Великобритании на резню в Сосуне будет иметь положительные действия для армян. Однако то, как в течение нескольких последующих лет разворачивались события, связанные с резнью армян в Западной Армении, привело к тому, что редакция окончательно разочаровалась в Европе и ее политике. Так, в 1897 году в одной из опубликованных статей мы читаем, а что же произошло на самом деле? Что мы видим теперь? Кто руководит политикой Европы? Кто командует делами Востока? Пусть теоретики до сих пор считают, что организатором является Европа, но цель событий показывает и кричит, что виновником положения является Турция. Это социальный блудодей, от которого каждое европейское государство ждет своей доли. Уничтожена армянская страна, сотни тысяч жизней, трудолюбивых христианских и цивилизованных людей. Уничтожен Крит, уничтожена Греция, Фессалия превратилась в груду, развалин и пепла. И все это по указке Европы, христианской Европы, цивилизованной Европы, которая уже много лет разрабатывает планы реформ для Турции, говорит об истреблении Турции, планирует разделить Турцию. И какая из этих программ была реализована? Ни одна. Подобные наблюдения можно найти и в шаг. Так, в 1894 году в одном из декабрьских номеров мы читаем следующее. Теперь представьте себе наше положение в такой стране, где те, кто сжигает 24 деревни и беспечно проходит мечом по тысячам людей, получает медаль. Европа, установив 61-ю статью договора, не выполнив ее, сделала нас еще несчастнее. Турецкое правительство, чтобы не быть вынужденным проводить реформы с провинцией, с армянским населением, ведет планомерную работу по разорению армян, по их массовому истреблению, по эмиграции, по стиранию армян с лица земли и по тому, чтобы с провинцией, а с армянским населением больше не было. В Севанской резиденции суда общей юрисдикции продолжило судебное заседание по делу 15 военнослужащих, погибших 28 августа в воинской части села Азад. Заседание прошло в напряженной атмосфере. Родственник одного из погибших ударил одного из обвиняемых Егеше Акупяна. Представитель правоприемников погибших военнослужащих Нурай Нурекян не пожелал комментировать инцидент, отметив, В отношении потерпевшей стороны должно быть понимание. Они потеряли детей, родных и 9 месяцев в поиске. У потерпевшей стороны есть одно ожидание отхода этого дела – раскрыть правду. Сегодня состоялся третий судебный процесс. На предыдущем заседании был определен порядок исследования доказательств и в соответствии с этим порядком были исследованы имеющиеся в деле письменные доказательства. Как сообщил Нурекян, во время заседания стороны выступили с речью. Двое из обвиняемых – заместитель начальника тыла воинской части Гор Агекян и начальник коммунальной службы воинской части Марлен Саркисян выступили с ходатайством об изменении меры пресечения, что суд отклонил. Отметим, что по делу есть пять обвиняемых. Трое из них. Офицер инженерной службы воинской части Егешей Акупян, заместитель начальника тыла, командир воинской части Гор Агикян, начальник коммунальной службы воинской части Марлен Саркисян арестованы. Командир инженерно-саперной роты Гор Маркарян и начальник инженерной службы Тигран Казарян находятся на свободе. В их отношении избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны. Следующее заседание состоится 1 декабря в 12.00. На проходящем Тбилиси форуме «Шелковый путь» премьер-министр Восточной Армении представил проект «Перекресток мира», ключевой смысл которого следующий. Развитие коммуникации между Восточной Арменией, Турцией, Баку и Исламской республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи. Можно на 100% утверждать, что эту идею разделят все страны региона, однако те 4 принципа, на которые, по мнению премьер-министра Восточной Армении, должна опираться реализацией программы, наверняка вызовут удивление по той простой причине, что они давно действуют во всем мире. В чем же смысл их фиксации? Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных учреждений, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая пропуск через них товаров, транспортных средств и людей, где вы видели, чтобы коммуникации действовали по другим принципам. Да, после последней Арцахской войны через территорию, контролируемую Баку, некоторое время проходили через Берзорский коридор, но, во-первых, его не контролировали армяне и, что самое главное, этого коридора уже не существует. Следовательно, совершенно непонятно, почему через суверенную территорию Армении должен пройти путь, который контролируют азербайджанцы. В любом случае, совершенно очевидно, что главной целью программы, представленной восточной Армении, является уточнение статуса Сюнигской дороги. Основываясь на последних событиях, позвольте сделать вывод, что дорога в Мегри на самом деле не имеет столь большого значения для Баку и Анкары, как мы предполагаем. При этом некоторые зарубежные аналитические центры утверждают то же самое. По мнению специалистов, действующих в США организации, транзитный коридор через Армению, хоть и желательный до Баку, но не является строго необходимым. Реальность такова. Баку и Иран уже строят автомагистраль, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахидживаном через другой берег Аракса. То есть, эта дорога протянется по территориям, которые до 2020 года были у арцахцев. Затем, достигнув границы с Восточной Арменией, они спустятся вниз по двум мостам, продолжатся вдоль иранского побережья Аракса и, достигнув Нахидживана, снова пересекнут границу двумя мостами, войдут в автономную республику. Точно так же через Иран, минуя Армению, в ближайшем будущем будет решен и вопрос железной дороги. Один из российских чиновников заявил на этой неделе следующее. Мы оценили, что железная дорога через территорию Армении составит 42 километра. Насколько мне известно, железная дорога через Иран будет 50 километров. Вот и вся разница. Два моста и 8 километров. Лидеры ЕСЭ по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжить посредничество по урегулированию между Арменией и Баку, сообщил глава Евросовета Шар Мишель. Мы обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мы твердо намерены продвигать посредничество усилия ЕСЭ для достижения нормализации между Баку и Ереваном на основании взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Севака Амруяна и Арпи Саят Нова. Севака Амруяна и Арпи Саят Нова. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Севака Амуряна и Армения ТВ Севака Амуряна и Арпи Саят Нова. Продолжение следует...